Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля 2! И да, дорогие друзья, это новое обновление 1.39.6. Где у нас вышли вот такие вот замечательные машинки, как Пагани Уайра, Феррари Энзо, Ауди. Вон все машины у нас стоят в автосалоне и сегодня у нас вот такая вот машинка пришла ко мне прямо в гараж. Ну а перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. А находятся они в новом багажнике Тойоты, Сакура, ну и точнее Супра. Поэтому давайте раз, два, три, тадам! Это они! И если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, прямо в багажник моей Тойоты Супра, то нужно всего лишь что подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня у нас будет огромнейший большой обзор на новую машину Тойота Супра. Многие просили и многие говорили записать следующий обзор именно на эту машину. И сегодня я расскажу все интересные и крутые пасхалки и фишки этой тачки и как ее получить с легкостью, не накапливая на, собственно говоря, эти чертежи, потому что машину за другие средства не купить. Поэтому, ребят, берите чай, кофе, щепенюшки, садитесь смотреть, ролик будет действительно интересный и будет очень крутой. Ну а мы, в принципе, начинаем. Так что, дорогие друзья, давайте немножечко чуть отъедем, чтобы никому не мешать отсюда. Чуть-чуть подальше, вот максимальника хотя бы где-нибудь возле стройки и начну про нее рассказывать. Ребята, в общем, машинка, в принципе, очень крутая. Давайте посмотрим на нее. Начнем, наверное, с внешки. Сама модель по себе выполнена в самых лучших стилях игры. Как можете заметить, у нее есть даже задний дворник. Один вот такой большой, который моет большое заднее стекло. И передние у нас два. То есть, как бы, движок, собственно говоря, сама текстура выполнена просто на максимум. Фары, как видите, все HD-шное и моделька очень клевая. Если посмотреть под капот, то мы увидим вот такой вот динамичный мотор, даже который хочется пощупать. И это действительно очень круто. Поэтому, ребят, подпишитесь, потому что просмотр ролика без подписки запрещается. Надеюсь, вы это реально сделаете. Так что, вот так, дорогие друзья, капот мы посмотрели. Собственно говоря, вот такой вот у нее бампер. Единственное, жалко, нельзя поменять обвесы. А дальше, что у нас есть, в принципе, вот такой вот, как я показал, объемный большой багажник, который имеет, собственно говоря, сходство именно с салоном. То есть, одно поле и клево. В принципе, да. Вот такой вот крутой также спойлер, который, наверное, я не знаю, снимается или нет. И всего лишь два пассажирских места спереди. Ну, сзади есть, только без двери. Ну, в принципе, тачка и так крутая. Она такая нормальненькая, прикольненькая. И давайте теперь оценим салон. В принципе, у нее оранжевые кресла. Можно было, конечно, сделать и темненькие, но и так круто. У нас тут есть вот такой подлокотничек, собственно говоря. Ручничок. Драйв. Реверсивная. Нейтральная. И 2 и L. То есть, вот столько проехал. Старый у нас проигрыватель. Потом такие ветра обдувы. Старенький руль. Но все выглядит, в принципе, клево. И динамично. Ну, давайте теперь попробуем прокатиться. Оу! Куда она поехала без меня? Йоу, ребят. Вот это куда-куда-куда? Быстрей-быстрей-быстрей. В нее. Че это я решил без нее поехать? Это да. Давайте попробуем, в принципе, прорехаться. Посмотрим, что у нас вообще из этого получится. Давайте попробуем как-нибудь прокатиться. Включим фары. И, оу, ребята, это просто топ. Конечно, немножечко непривычно ехать от справа сидения. Ребят, вы когда-нибудь посидели в машине с праворулькой? Обязательно напишите в комментариях. Лично я сидел пару раз. И мне было очень странно сидеть вот с этой стороны. Я чувствовал себя водителем. Лайк за такой прикол. Вы, наверное, тоже, если ездили на праворульной машине, на пассажирском сидении, вы бы думали, что вы водитель. И это реально жесть, как круто. Вот это прям лайкос за эту машину. Так. Давайте попробуем разогнаться. И посмотреть, что она вообще из себя представляет. Потому что обычно эта тачка вообще очень, как бы, используется во всяких дрифтах и тюнингах. Ну-ка, давайте попробуем ей подрифтить. И реально... Ой-ой-ой, у меня аж игра зафризила. Она реально круто дрифтит. Давайте попробуем зайти куда-нибудь в поворот, к примеру, к автосервису. Ну-ка, опа-опа-опа. Но нормальненько. Единственное, было бы покруче, если бы я, собственно говоря, не зацепил ни одного светофора. Во, вот так вот отличненько, прикольненько получается. Прям интересненько так. Опа, вот так тоже задрифтили нормально. И вполне клёво, ребят. Кстати, машина, ну не самая прям быстрая. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Нормальненько. Обгоняем, подрезаем и чуть-чуть сносим столбы. Я надеюсь, когда-нибудь я научусь играть в эту игру и буду нормально, собственно говоря, гонять без каких-либо столкновений и стычек с другими тачками Ну, в принципе, чё, разгончик у него как бы немножко слабоват, но это всё не проблема, это фиксится Поэтому мы сейчас в любом случае заедем к Жорику в автосервис и посмотрим, что он вообще может нам предложить Поэтому давайте только дёргаем ручник, опа-опа-опа, заходим, но всё равно я сношу столбы Когда же я уже перестану сносить столбы? Вау, клёво, как же эта машина клёво смотрится в игре абсолютно Вот просто топ, посмотрите на эти ядерные глазки, ууу, это просто мечта, а не тачка Так, давайте будем проезжать дальше, получается, и вот тут мы дёргаем ручничка, опа-опа-опа, вау, вот так сейчас красиво зашёл Максимально красиво, чётненько и подъезжаем уже к Жорику автосервису Ролик реально будет долгий, ребят, досмотрите до конца, скоро появится кодовое секретное слово Досмотрите видос и найдите его, и напишите в комментарии, и тогда вы попадёте в следующий видос И подпишитесь на канал, если тут впервые поможем мне добить уже 72 тысяч подписчиков Я думаю, что у нас всё получится Так, дорогие друзья, в принципе, что? От нас требуется, конечно же, в данный момент прокачать её на максимум Потому что ездить, собственно говоря, на такой непрокачанной машине, это глупо Потому что у нас, собственно говоря, под нашими ногами находится Toyota Supra И если она находится у нас в обычном кастомном двигателе, то это жесть Зачем тогда она нужна? Её нужно обязательно прокачать, чтобы просто раскрыть все её потенциальные возможности Машина безумно крутая, но чтобы показать её крутость, нужно, конечно же, прокачать все её характеристики Потому что она действительно прям топчик И нужно немножечко подкачать её, собственно говоря, двигатель и все другие шестерёнки, которые у неё имеются Чем мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся Поэтому нам осталось так прокачать уже турбонадув Все чипы мы, в принципе, уже прокачали Остались такие уже мелочные, мелочные такие штучки, дрючки Поэтому давайте, оп, вот так делаем И уже трансмиссия у нас последненькая на очереди И, кстати, я очень рад, что у нас появился Т6 уровень То есть машины могут теперь стать намного быстрее, чем были Дальше, давайте выберем диски Мне эти диски вообще кардинально не нравятся Можно было бы поставить какие-нибудь от других машин, к примеру От её предшественниц, к примеру, от Subaru Impreza Или от Nissan Skyline Так, в принципе, по-моему, вот это от Nissan Skyline Но они как-то сюда не фурычат вообще Вот прям, не знаю, вот не подходят Душа к ним никак не лежит Сюда можно было бы подобрать что-нибудь более такое экстра-неординарное А кардинально другое Из новинок что-нибудь, если подойдёт Я не знаю, подойдёт или нет Возможно, вот эти диски Но как-то вот вообще Йоу-йоу-йоу Не колышет Как-то вот, может быть, вот эти от Subaru Impreza Реально Но что-то тоже не то Давайте Поглядим что-нибудь из старых дисков Может быть, что-нибудь тоже мне приглянётся Потому что хочется сделать тачку-то нормальненькую Отличненькую Отличненькую Вот По-моему, это те диски, которые нужны этой машине И да, дорогие друзья Это то, что нужно Потому что они глубокие Имеют вот такие вот длинные спектры То есть, их всего получается сколько? Шесть штук И они реально берут на себя всё внимание Если сделать ещё побольше То будет, ну, вообще топ Дальше что, дорогие друзья Спойлер мы, наверное, менять не будем Потому что спойлер Действительно, он у нас клёвый Отличается от второго Тем, что у нас он повыше намного Но он никак не двойной Не знаю, почему он пишется как двойной Хотя он одинарный Не знаю, почему так Можно поставить вообще Вот такой вот громадный Огроменный Но это уже потом Пока что мы в этом не нуждаемся Конечно же, нужно будет её немножечко Затюнить Как бы вот так Занизить Сделать её вот такую На пацанской суете Это без этого никак Может быть Как-нибудь сделать Развал колёс В разные стороны Но это Может выглядеть Не особо круто На этой тачке Потому что Лучше оставить Прямые Не знаю, как вы думаете Но я лично Считаю Именно так Давайте сразу поставим Мне кличи Чтобы все знали Кто едет по дороге И, конечно же Я думаю Ну, надо ламба двери Поставить этой тачке Без них никуда По поводу ФСОшек Ну, можно Да, дорогие друзья Всё-таки можно Они на этой машине Могут играть Очень клёвую роль И да-да-да-да-да Они нужны Это стопудово Сто пудово Сто пудово Сзади Мне они не нужны Я в них не нуждаюсь И, в принципе Всё По поводу Собственно говоря Технической части Мы прокачали Все параметры Которые могли Ну-ка Ооо Ну куда ты прёшь Ё-моё Кай Тойота Корова Куёшкин Макарёшкин Так, посмотрим Как она Да, ребят Смотрите Как новогодняя ёлочка Воу-воу-воу Аж шустренькая тачка Но нам пока что Ещё разгоняться И ехать на аэропорт Рано Нам предстоит Самое интересное И самое вкусное То, что вы любите Поездочка Собственно говоря Теперь в Авто Получается Покрасочную Поэтому давайте Сейчас зайдём в неё И попробуем Собственно говоря Сделать Новый тюнинг Который нам Интересен В первую очередь Я хочу сказать Что я буду красить машину В цвет Оранж То есть Оранжевый Дорогие друзья Я хочу сделать машину Более такую Оранжевую Где-то цвета Апельсина Возможно С какой-то стороны Вы подумаете Что это не так Но походу Вот этот цвет Ей лучше реально идёт Вот этот цвет Матовый Это просто игрушка А вот этот цвет Да, всё-таки Лучше идёт Я бы хотел сделать Что-нибудь более Наверное Более ближе К оранжевому Но у нас Такого цвета Прям Ну вот Нету Скорее всего Вот такого Давайте оставим Дальше Что мы Переходим С вами В тонировочку Тонировочку Максимально Чёрную Делаем Может быть Чуть-чуть Цвет пропускаем Чтобы было Хотя бы Что-то Видно По поводу Дисков Диски Делаем Чёрные Мы сейчас Делаем Абсолютный Стиль Дорогие друзья Просто Чекайте Что у нас Получится Эта машина Будет просто Турбопушка Возможно Так Тонировочку Мы сейчас Изменим Чуть-чуть Она нам Другая Чуть-чуть Нужна Будет Более Серая И Вы увидите Насколько Машина Преобразится В Просто Вы не Представляете В какую Тачку Дальше Что дорогие Друзья Теперь Мы начинаем С вами Творить Просто Вот Теперь Я могу Делать Из этой Машины Приколюшные Вещички Которые Мне Действительно Интересны Так По поводу Квадратиков Квадратики Мы делать Не можем Наверное Треугольники Так Я хочу Взять Треугольники Вот Мне нужен Какой Нибудь Такой Треугольник Ну К примеру Такой Да Ну Нужно Мне Взять Более Треугольным Что ли Ну Это Я не знаю Получится У меня Или нет Но Теперь Их нужно Будет Отразить И поставить По двум Сторонам Нет Сначала Наверное Я сделаю Это Вот тут Вот Вот Таким Вот Образом Как То Вот так И вы Поймете Что я делаю Реально Топовый 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 Тюнинг Вот так Делаем Максимально Окей Применить Теперь Покупаем Вторую Я думаю Что мне Нужны Теперь Собственно Обычные Ромбики Точнее Полосочки Или Точнее Если быть Квадратики Или Прямоугольники Давайте Поищем Эту фигуру Да Она у нас В принципе Есть Вот такая Вот фигура И по бокам Я хочу Сделать Вот такие Вот Полосочки Возможно Чуть Подлиннее Чем Вот эти Также Мы их Дублируем Дорогие Друзья И у нас Получаться Будет Вот такая Вот песня Но нужно Будет Ее сделать Потоньше И Вот Такую Вот Где-то Дорогие Друзья Вот Что-то Типа Того Не забывайте Нажимать На кнопочку Лайка Потому что Я делаю Крутой Тюнинг Которым Вы потом Можете Повторять На своих Машинах К примеру И будет Я думаю Реально Крутая Штучка Дрючка Вот такая Вот Окей Давайте Ставим Ее Вот так Теперь 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 Нам Предстоит Сделать Такие же Штучки По бокам К примеру Тяк Треугольники У меня все-таки Идея идет С треугольниками Не знаю Почему Но они Мне безумно Нравятся Именно На этой Машине Они Как-то Будут Смотреться Я считаю Ну Топово Дорогие Друзья Я считаю Что это Будет Реально Топчик Максимальный Конкретный Топ И Что-то Типа Вот Такого Наверное Нам подойдет Вот сюда А может Было бы Даже Чуть-чуть Пошире И Попрямее По углу Теперь Нажимаем Окей Дальше Что В принципе В принципе Вы думаете Что это все Но Это не все Дальше Я хочу Сделать Еще Поинтереснее Тачку И Добавить Теперь Полосочки Собственно Говоря Там Где у нас Написано OpenA Games Я вот Думаю Что сделать Что-то Типа Того К примеру Вот Как-то Поровнее Вот так Вот Окей Вот Что-то Типа Того Потом Еще раз Давайте Добавим Полосочку Такую Куда Она Ведется Отличненько Вот Таким Вот Образом Добавить Ее Вот Сюда Рядышком Вот Как-нибудь Ой Ой Главное Сделать Это Максимально Ровненько Потому Что Моя Идея Должна Быть Ну Как Минимум Прикольной Так Дальше Окей Добавляем Вторую Полосочку И Теперь Добавляем Третью Вот Не знаю У меня Такое Вот Интересное Может быть Для кого-то Это будет Странная Идея Но У меня Вот Что-то Пошло Вот В эту Сторону Не знаю Вот Очень Хочется Сделать Такой Вот Неплохой Тюнинг Теперь Ее Нужно Будет Растянуть Максим Маленько Как это Можно Будет Сделать Возможно Они Чуть Неровненькие Но Ребята Это Мой Первый Собственно Говорят Тюнинг Я думаю Что Моя Первая Покрасочная Такая Экспериментабельная Приколюха За это Ребята Разработчики Большое Вам Спасибо Что Даете Нам Реально Какую-то Возможность Создавать Крутые Тачки И Крутой Тюнинг В игре Поэтому Вот так Балдежно В принципе У нас Получается И Так 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 Что бы мне Еще бы Хотелось Не сделать Так Теперь Я хочу Сделать Еще один Прикол Теперь Мне нужно Сделать Как-нибудь Такой Эффект Ёшкин Как Корюшкин Так Как мне Это сделать По прикольному По прикольному По прикольному Ой Это сложно Реально Сложненько Но я думаю Что в принципе Справиться Можно Я хочу Сделать Такую Вот штуку Как будто Дамаж Вот знаете Когда Вот В каких-то Комиксах Кто-то По голове Получает И у него Такая Штучка Типа Я Не знаю Даже Как вам Объяснить Но Как будто Кто-то Получил Урон Вот Сейчас Я такую Штуку Хочу Как-то Придумать Сделать Но Пока что Не понимаю Как И что Нам может Понадобиться Для этого Кстати Вот Подожгли бы Кстати Вот эти Три икса Но Возможно Это Немножечко Не то Если бы их можно было Как-то обрезать То да Но Пока что Я не понимаю Как по-другому Изобразить То что Я хочу Дорогие друзья Это действительно Сложная Такая штука Но Можно В принципе Как-нибудь Ее заменить На Менее Более-менее Другие Такие Приколюхи А К примеру Что-то Вроде Того Можно сделать Короче Что-то Этакое А К примеру Теперь Вот так Красное Дублируем Обязательно Потом Добавляем Еще одну Такую же Штучку Теперь Мы Как-нибудь Ее Изображаем Таким же Образом Как будто Мы ее Дублируем Максимально И Пробуем Из нее Сложить Некий Треугольник Или что-то Типа того Я не знаю Как вам еще Пообъяснить Подоходчивее Вот Какую-то Такую Штучечку Вот так Вот И теперь Делаем Еще один Берем Треугольник И повторяем Мой Прикол Теперь Только На Разворот То есть Вот что-то Типа Не-не-не-не Чуть-чуть Не то Вот Как-то Вау-вау-вау-вау Как я уже Запутался Посреди Этих Приколов Делаем Вот какой-то Вот такой Крестик Я думаю Что должно Получиться В принципе Неплохо Но Что-то Пока что И выходит Не так Но Уже В принципе Поинтересней Намного Чем Могло Быть Дорогие Друзья Это На самом Деле Даже Хорошо Что Даже Так Так Вот Что-то Типа Того Но Не получается У меня Сделать Именно То Что Я Хотел Но Все-таки Идея Довольно Таки Приколдесная Потому что Мне она Безумно Нравится Но Придется Наверное Чуть-чуть Вот эти Изменить И Поменять Их Заменить На что-то Другое Собственно Говоря Может быть Взять Другую Фигуру К примеру И Реально Реставрировать Как-то И Сделать Некий Крестик Вот Нереально Не крестик А Вот Какую-то Такую Штуку Окей Теперь Еще Одну Давайте Опять Применяем Дальше Добавляем Еще один Такой же Треугольничек И Попробуем Реально Сделать То Что Я Хотел Только Ребят Я не знаю Кто-то Меня Понял Или Нет Мою Идею Но Окей Давайте Я сейчас Сначала Покажу Что Я хочу Сделать А Потом Вы Уже Глянете На Исход Сейчас Добавляем Еще один Треугольник Потом Еще Один И Должно Получиться То Что Я хотел Так Вот Эту Штуку Дублируем Обязательно Применяем Эту Штуку Тоже Дублируем Применяем Дальше Что Девятую Мы Берем Девятую Вот Такую Вот Штуку Отличненько Применяем Покупаем Еще Одну И Теперь Делаем Еще Вот Так Вот Получается Главное Чтобы Скопировать По По образу И подобию Вот Таким Вот Образом Практически Получается То Что Я Хотел То Есть Вот Что Типа Того И Еще Сверху Третью Такую Красненькую Штучечку Так Эту Я Опять Не Дублировал Скопировать И Теперь Еще Одну Третью Вот Точнее Уже Заключительную Четвертую Типа Эффект Получения Урона То Вот Что Типа Того Дорогие Друзья Надеюсь Что Вы Поняли Что Я Хотел Изобразить Но Тут Не Особо Получается Это Сделать А Внутри Можно Было Быть Что Нибудь Такое Этакое Но Мне Ничего Не Подходит Хотел Сделать Реальность Такую Серьезную Интересную Работу К примеру Ну Может Вот Такие Вот Закругления Сделать Может Получится Что Даже Интересное Из Этого Давайте Ну Глянем Как Как Кажется На Первый Взгляд Но Попробуем Что То Сделать Такое Что Ой 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 Ну Пока Что Нет Давайте Наверное Не Будем С этим Мучиться Это Реально Уже Запара 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 И Теперь Так 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 Мы С вами Выбираем Вот Какой Нибудь Теперь Текст Текст Конечно Выбираем Опять Личи Дорогие Друзья Потому Что Личи Это Топ И Все Должны Об Этом Знать Но Мы Его Выберем Не Просто Вот Так А Мы Добавим Для Него Специальную Полосочку Которая Будет У нас Носить Собственно Говоря Этот Ник Нейм Точнее Собственно Говоря Мой Ник Ютуба Вот Таким Вот Образом Мы Его Расположим Вот Таким Вот Образом Где То Вот Тут Или Возможно Вот Тут Хотя Нет Давайте Прям Сильно Загрязнять Тюнингом А Просто Сделаем Мой Ник Личи И Все И На Этом Как Бы С Винилами Закончить Потому Что Я Не Хотел Прям Делать Супер Очень Мощную Машину По Тюнингу А Решил Просто Разнообразить Ее Вот Таким Вот Своим Видочком Вот Так Дорогие Друзья И Ставим Собственно Говоря Мой Ник Личи Куда Нибудь Аккуратненько Вниз Чтобы Он Не Сильно Палился Ну И Показывал То Что Это Реально Машина Собственника Личи То Это Реально Моя Тачка И Еще Наверное Даже Поменьше Вот Каким Нибудь Таким Образом Аккуратненько Хештег Личи И Все И В принципе Отличненько Замечательно У нас Получилось Я Нечаянно Чуть Не Упал Дорогие Друзья Это Было Жесть И В принципе Ну Как-то Вот Таким Вот Образом Даже Хорошо У нас Получилось Замечательно Давайте Дальше Уже Идем Собственно Говоря Ее Смотреть И Что У нас Получилось В игре Дорогие Друзья Я Надеюсь Что Я Не Затупил И Вот Такой Получился Тюник Не знаю Как Вам Но В принципе Мне Нравится Хотя Наверное Учиться Нужно Еще Потому Что В принципе Эй Как Я Затупил Надо Будет Обязательно Переделывать И Делать Что-то По Приколе Да Этот Тюнинг Получился Своеобразный Не особо Крутой Но В принципе Довольно Таки Интересная Штучка Вышла Так Что Давайте Теперь Продвинемся С вами Уже К авто Собственно Гори Не к авто Салону Я хотел Сказать А к Аэропорту И будем Тойота Супра Которую Я Вот Сделал Практически Круто Но Не до Конца Потому Что Я Что-то Реально Затупил И Сделал Какой-то Ну Не особо Крутой Тюнинг Хотя Старался Сделать Поинтереснее Ну Ладно Дорогие Друзья Бывает В принципе Это Уже Мой Второй Тюнинг В этой Игре Еще Учиться И стремиться Есть К чему Поэтому Не будем Собственно Говоря Уже Ехать К автосалону Точнее Да что ж Я говорю Автосалону К Собственно Говоря Аэропорту И будем Замерять Скорость Посмотрим Сможет Ли она Подбедить Рекорд Собственно Говоря Погони У Аэро У нее Был рекорд 380 Км В час Если я не Ошибался 390 И это Был Нормальный Такой Пик Сейчас Мы будем Замерять На Вот Такой Тойоти Супра Что Она Покажет Поэтому Давайте Вот так Будем Подъезжать К концу Карты Точнее К концу Площадки Аэропорта К взлетной Полосе И Выравниваться Конечно же И теперь Будем Гнать Вперед Надеюсь Что у меня Это получится И погнали Дорогие друзья Попробуем Узнаем Сейчас Сможет ли Она вообще Прорубить Эту Этот забор Самим собой И посмотреть Какая у нее будет Скорость Ну-ка Ну-ка Уже У нее Скорость 360 Не дорогие Друзья По-моему У Пагани Вайерл Была Скорость Больше На 20 Км И это Ну не самая Быстрая Тачка В игре Но все Таки Супер Я советую В принципе Всем В нее Вложиться Купить Эту машину Ну а если Вы конечно Не хотите Собственно говоря Копить на нее Вот это там Мучиться с чертежами То поставьте Лайк на этот ролик Если я увижу Большое количество Лайков А дальше То я обязательно Сделаю отдельный Ролик И расскажу Как все сделать Так чтобы Просто забрать Все машины Из обновления Абсолютно Без какого Напряжения Просто взяли Зашли в автомагазин И купили Без напряги Есть крутые способы Которыми я готов С вами поделиться Но только Если вы Захотите Этого Реально Поэтому Ребят С каждого Из вас Лайк Кто посмотрел Ролик До конца Также Обязательно Подписывайтесь На канал Ставьте пальчики Вверх Пишите Свои крутые Комментарии Кодовое слово В этом ролике Пускай будет Сакура Все кто Напишет слово Сакура Обязательно Попадут В мое Следующее видео Ну а с вами был Как всегда Я ваш любим Ильичи И всем До скорых встреч